Алло. Я вас слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, Альфа Банк, меня зовут Диана, ведущий специалист. Алексей Владимирович? Да. Звоним по поводу кредитной карты, у вас задолженность 9 день. Скажите, платеж вносили? Нет. В какие сроки оплату планируете? Сейчас сложности вообще, не знаю, когда буду вносить. Ну, учитывая тот момент, что за каждый день оплаты добавляется не усойка, соответственно, сумма становится больше. Естественно, в дальнейшем у вас уже и август добавится. И что? Ну, я понимаю, ответственность несу за свои действия. Может быть, я вообще не знаю, но у меня трудная финансовая ситуация, я вообще потерял весь доход, я еще не знаю, когда я смогу. Напомните, какая там сумма по карточке у меня? 4700 вам необходим сейчас. Не-не-не, общий кредитный лимит. А лимит у вас 100 тысяч. Сейчас сумма основного долга, с учетом платежа, составляет примерно 62,5. То есть сумма не точная, потому что проценты добавляют. Чем больше оплаты нет, тем больше сумма будет составлять. 62,5 тысячи сейчас остаток, да? На данный момент да. Вот как. Интересно. Потому что я подсчитывал гораздо меньше сумма. Вы просто решайте обязательно. Ну, у вас же процентная ставка, вы же не учитываете, у вас же проценты не входят в сумму основного долга, правильно? Вот смотрите, у меня же там просто карточка, да, без кредита, без какого-либо. Я попытался, знаете, что... Кредитная карта, это именно кредитная карта. Не-не-не, я имею в виду, что без выдачи наличных. Просто попытался с документами покопаться. Вы знаете, я офигел, если честно, у меня договора нет с банком. У меня есть какие-то там анкеты непонятные. Вот. Может вам в офис нужно тогда обратиться? Не-не-не, зачем? Я сейчас в другом городе нахожусь, вообще на краю России, и завтра выезжать собираюсь из России. И в этой связи вот просто сегодня пообщались там с друзьями, коллегами, я посмотрел, у меня даже договора нет. Я попытался там денег занять, да, чтобы заплатить у коллег по работе. И меня там руководитель попросил зайти к следующим людям, да, и он говорит, покажи документы мне. И я показывал ему документы, а он говорит, у тебя даже договора с банком нет, зачем ты ему вообще платишь? Ну договоры наверняка есть. Как это есть? Нет, у меня есть анкета. Не-не-не, я вот документы буквально вчера вот утром смотрел. Я вчера утром документы, ой, вчера вечером. Нет договора банального, девушка, понимаете? Так нет, ну зачем мне? Я же лицо не финансово заинтересованное. Вы говорите о том, что снимали же денежные средства, правильно, вы же их потратили. Ну и что? Нет договора. Ну, кредитные отношения должны как-то фиксироваться распиской какой-то, верно? Ну, они имеются, скорее всего. Да как это, скорее всего? Вы мне звоните и не знаете ситуации. Ну, у меня данных вашего договора нет. Они есть непосредственно в офисе Альфа-банка. Вам сделают копию, пожалуйста. У вас там есть пометочка? Я место жительства поменял. Я вот не помню, сообщал банку. Нет, у вас есть пометка о смене жительства, чтобы письма, если что, писать мне по нормальному адресу? Алло. У нас на Мурманской области, поселок Никель. Мурманская область, какой поселок спортивное? Спортивное? Да, данные какие. Отлично. Если вы поменяли место жительства, соответственно, также в офис обращайтесь. Девушка, а как к вам обращаться? Чуть-чуть забыл в начале разговора. Меня зовут Диана. Диана, отчество, если можно полностью. Александровна. Диана Александровна, фамилия? Диана Александровна. Федорова. Федорова Диана Александровна. Я вас ставлю в известность, что сейчас вы разгласили третьему лицу всю полностью информацию о человеке, который вам оставил эту информацию в надежде, что вы сохраните ее. И вы понимаете, что такое... А зачем вы вводите банк в заблуждение? В каком смысле? А ну поясните, как это я ввел в заблуждение. Банк и вообще банк я ввел в заблуждение. Мобильный телефон Алексея Владимировича. Да ладно. Соответственно... Он воспользовался переадресацией. Он сейчас... А зачем тогда представлялись Алексеем Владимировичем? Кто представлялся? Это вы сказали, да. У вас запись включена? Конечно, конечно. Послушайте там, пожалуйста, как я представлялся, да. Я сказал, алло, слушаю вас. Вы назвали имя... Да вы не пытаетесь передо мной отпираться. Вы мне ответьте на вопрос, почему вы, не идентифицировав человека, слили информацию, слава богу, хотя бы его юридически. Что за отношения? Человек к нам за помощью обратился. Я ему пообещал доказать, что банк некомпетентен вообще в вопросах взыскания. Вот одно из доказательств. Вы позвонили, ничего не уточнив, не сверив данные, слили адрес проживания человека. Сумму долга. Еще и заявили со всей ответственностью, что у вас нет никаких документов по отношению человека к вам. У меня нет документов. Ну так это почему происходит? Мы работаем с готовой анкетой клиентов. Тогда номер доверенности от банка сообщите, которая делегирует вам право общаться с моим клиентом. Мы звоним из банка. Из банка. По поводу задолженности данного человека. А вы кто такой? В банке имеется, да. Да. По закону о банках и банковской деятельности вообще переговоры с моим клиентом, либо вообще с любым вашим клиентом, вы имеете вести право только на основании доверенности от организации. Понимаете? Либо может вести переговоры только тот человек, который подписал договор. Именно он. Больше никто. А зачем вы предсказались, Алексей Владимирович? Чтобы вас проверить. Откровенно вам заявляю. А если вы сказали, да, это я. Это ни о чем не говорить. Так может сказать любой человек. Так может сказать любой человек. Любой. Вы с этим поспорить готовы? У вас есть регламент выяснения. Вы звоните и нападаете на людей, даже не представившись. Кто нападает? Диана. Кто нападает? Вы. Я нападаю разве? Так вы сейчас позвонили и слили информацию, девушка. Вы понимаете, что сейчас эту запись разговора, которая у меня тоже ведется, я могу совершенно спокойно отправить в головной офис вашего банка. Пожалуйста. Я понимаю, что ничего не произойдет, но вам нужно как бы определиться, на каком вы месте. Вы с людьми разговариваете. Вы сейчас могли бы с мошеннику какой-нибудь... Я с вами нормально разговариваю, правильно? Да, да. Я сейчас вынужден голос повышать, потому что вы могли бы сейчас мошеннику слить информацию. Ему знаете, сколько придурков звонит? Какую? О нем, где он живет. Может, кто-то нашел ключи от квартиры, и на них написано имя, отчество человека. Ему достаточно только узнать, где он живет. Знаете, как люди подписывают ключи, номер телефона, на случай, если кто-то найдет? Так вот, человек нашел ключи, мошенник, бандит, позвонил по этому номеру телефона, представился банкиром и выяснил, где живет человек. Пошел, открыл дверь и проник в его жилище, и украл все оттуда. Подумайте, что вы делаете. Если вы себя считаете профессионалом, подумайте, пожалуйста. И прежде чем звонить нашим клиентам, пожалуйста, слушайте рингтон, который звонит вас. Когда вы набираете телефон, у вас идет рингтон. Понимаете? Я ничего не был. Ну, значит, с аппаратурой своей разберитесь. Идет рингтон сначала, что вы дозвонились в компанию Алиам, подождите, все операторы заняты. И потом только берет оператор трубку. Их рингтонов не было. Это проблемы ваши. Тогда будьте внимательны при общении с кем попало. С Алексеем Владимировичем тогда поговорите, пожалуйста. Пускай с нами. Он все знает. Он сам лично сбросил ваш номер телефона, и сработала переадресация. На наш стол. У меня таких данных не было. А у вас их и не будет никогда. Мы вам никаких данных предоставлять не намерены. До свидания. Я вас поняла. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok